21 августа 2024 год вернусь я к вопросу задавали в комментариях по поводу мирнограда покровска то есть я так сказал что не знаю там не воюю я на запорожском направлении сейчас мне в голову пришло что может люди спрашивают непосредственно из самого этого покровска ребята то есть если вы там живете я уже несколько раз давал совершенно по моему хорошую инструкцию работающую смотрите по карте если от вашего дома до красной линии где уже находятся расисты 20 километров то это до вас достает город я бы вам уже рекомендовал уехать если до вас 15 километров от этого красной линии на дипстете посмотрите тоже легко сделать туда вас уже буду добивать и грады и ствольной артиллерии это дешевое массовое оружие а если до вас там я не знаю сейчас сейчас здесь километров я посмотрел что специально мирноград покровск ну я никакая никакое имущество не стоит никакие деньги работа там еще что-то не стоит вашей жизни вашего здоровья я вам очень рекомендую уезжать если вы находитесь то есть если 7 километров до вас от красной линии то есть от занятой рашистами территории до вас это до вас уже 120 минометы добивает это вообще все очень мрачно у вас прилетать будут и 120 минометы и ствольной артиллерии и реактивной артиллерии ну шансы там уже на выживание крайне невелики при интенсивных боевых действиях это из плохого что хотелось не сказать из хорошего я по моему мнению вы поймите да я сержант но просто вот как мне кажется как мне казалось сейчас авьяр они не возьмут с 9 мая там они собирались до 9 мая брать сегодня у нас 21 августа да так они там под этим часом я на родину кобзона и стремятся не шучу часа я родина кобзона вот они туда такого носа на концерт кобзона как не так я говорил вообще я в купинске прожил на ковшаровке там пару десятилетий то есть как я говорил два года назад что не возьмут они не купинск потому что там такой рельеф местности вот они два года уже там сидят ничего не могут с этой синькилкой сделать да то есть какой-то какой-то все-таки резон в моих рассуждениях есть раз сбывается так как я говорю да я ошибался в том что мы где думаешь мы 23 году дойдем до азовского моря но тут нам вооружение не дали западные страны американцы обещанного и поэтому не сложилось но мне по моему рассуждению там насколько я понимаю войну насколько я понимаю там наши ресурсы не покровск не мир наград мы не сдадим но просто это будет поле боя у вас это два эти города превратятся в какое-то подобие бахмута вы представляете если вы там гражданский будет я очень рекомендую же а так а так не переживайте россия уже подсдыхает уже даже про курс не говорю да что мы там за две недели взяли больше территории чем они за год у нас в украине взяли тут всяко то есть тут видно просто уже по полю боя что они там уже пешком в атаке ходят даже не на мотоцикла то есть это все динамика это видна она очевидна и мне кажется что у них хороших вариантов нет да что у них там сейчас получается сейчас вот буквально сегодня сказали что китай помимо того что платежи надо проводить через третье страны за то чтобы импорт был в россию как теперь еще и физические товары должны перевозиться не из китая напрямую в россию через эти страны там через иран допустим ехать то есть это тоже будет издержки это тоже будет финансово там все не так уж благополучно так что у них все меньше денег на войну у них все меньше личного состава измените меня 2 миллиона 100 тысяч платят в москве до за наемника это просто капец я сегодня свои старые записи пересмотреть какие старые марта месяца этого года апреля месяца четыре месяца назад это снимал там они папа миллиону платили ух нифига себе какие наемники пацаны миллион рублей платят сейчас 2 миллиона 100 то есть уже никто туда не идет сейчас срочников и мясом пуская там на пацанов в курске потом может еще мобилизацию они объявят но это уже ничем ним ничего не поможет есть этот цикл я не знаю я не мистик совершенно но есть же цикл да с убийства александра второго через каждые 36 лет россия проигрывает войны 81 убили александра второго до в 1917 году через 36 лет россия блин проиграла первую мировую и блин развалилась сама как империя через 36 лет в пятьдесят третьем году россия блин после смерти сталина свалила из к северной кореи с кореи свалила да еще плюс 36 лет до 89 вот роняя партиры советский союз бежит из авганистана так прибавляйте 36 плюс 89 2025 год следующем году я уверен что россия уже был роняя кал будет текать блин из крыма из донбасса блин отовсюду им будет точно не до украины мое мнение такое про китай про платежи сказал про товары сказал да ну в общем я не вижу никаких хороших выходов для россии кроме как ват все будет нормально все будет украины я живу после мобилизация там же она еще может ядерным оружием там тактически был понят когда уже совсем там хвост прижмут этой крысе пляшивой может сделать ну как бы тут ничего не сделаешь он будет спасаться любым способом нам как ну это опять же не его не спасет не россия не спасет а по поводу покровска все-таки если вы там гражданский уезжать это 10 километров же это чересчур опасно все буду украины вот Продолжение следует...